Особое мнение на 101FM Я бы начать хотела все-таки со вчерашней официальной темы Это встреча в Рио губернатора Александра Соколова с президентом Владимиром Путиным Видели все мы стенограмму, видели видео оттуда с этой встречи У меня ощущение сложилось, что это такой дежурный момент, который часто бывает перед выборами Когда кандидата, назначенного исполняющим обязанности в тот или иной регион Президент, что называется, благословляет на управление регионом, на выборы У вас какое ощущение? То есть вот эта встреча, она такая больше была протокольная, процедурная Или это все-таки про что-то существенное? Нет, однозначно эта встреча, можно отнести к категории текущих встреч То есть человек в мае переехал в регион Соответственно через месяц у него важный момент связанный с участием в выборах И соответственно такая проверка перед завершающим этапом То есть на предмет того, готов или не готов в Рио губернатора к тому, чтобы победить Победить и дальше уже непосредственно управлять И там тема, и разговор, который шел, и то, что там озвучивалось Ну, на мой взгляд, это вот как раз такая проверка профготовности Да, то есть Александра Валентиновича к тому, что вот он уже освоился И как бы готов идти дальше Поэтому рабочий момент Там хорошо, что такие встречи проходят Да, потому что вот на моей памяти Я не помню там с предыдущим нашим губернатором Подобных встреч, что президент с ним встречался в течение пяти лет И может быть как раз многие проблемы, которые там у нас оказались в области законсервированы Как раз оказались законсервированными Потому что подобных встреч не инициировалось, да То есть и не проводилось, да То есть, ну, как говорится Нет встречи, нет проблемы, да То есть здесь же мы В смысле она не озвучена, да? Широко Да То есть здесь же мы как бы видели и, во-первых, показатель того, что В Рео губернатор действительно и там отчитывается тем, что он посетил много муниципалитетов Много наших там территорий А помимо всего прочего еще и уже сформулировали там наметки на первые там действия Которые будут совершены уже там в статусе, действующем статусе губернатора, да То есть это вот вопросы связанные с теми будущими проектами, которые в Кировской области мы все давно ждем Вы так говорите, как будто вы не сомневаетесь, что Александр Соколов станет губернатором Я так говорю, потому что я не хочу сейчас подставлять радиостанцию, да На предмет того, чтобы меня потом и вас никто не обвинил в том, что мы занимаемся с вами предвыборной агитацией Да Поэтому это один из кандидатов, да Который вчера создал информационный повод И мы как бы обсуждаем исключительно информационный повод, а не личность кандидатов в губернатор Понятно Вот те обещания, которые были озвучены вчера Владимиром Путиным Ну, я имею в виду, прежде всего, рассмотреть там вопросы, связанные с финансированием, как я понимаю Строительство вот этого туннеля под Нововятским переездом, больной вопрос История с финансированием, как я понимаю, опять же Благоустройство парков крупных наших, Гагарина, Кирова, Александровского сада То, что Путин сказал, рассмотрим, там давайте ваши документы и все такое Вот в ситуации, если Александр Соколов становится губернатором Вот публично озвученные обещания рассмотреть вопрос означают ли, что нам денег дадут? Ну, смотрите, да, то есть, как бы здесь, я думаю, что данные идеи, ну, условно говоря, получают благословление, да, то есть, лидеры нашей страны А дальше уже будет выстраиваться работа с правительством и, там, ну, насколько я знаю и понимаю этот алгоритм Следующая встреча, которая должна будет пройти, это встреча с премьером, да, с Михаилом Мишустиным Где, собственно, будет это все представлено Но в подтверждение, наверное, следует и добавить и тот факт, что уже побывали министры, которые, как бы, тоже озвучили, да, то есть, готовность свою поддерживать подобные, там, эти проекты Вот, ну, и в-третьих, там, ну, знаю, там, видел этот документ Там, некоторые вещи, в частности, там, реставрации парков и все остальное Они уже находятся либо в плане подготовки к юбилею города, который утвержден распоряжением представителя правительства Российской Федерации, да, там Либо уже реализуются на основании тех планов, которые утверждены здесь у нас на региональном уровне, да, в частности, там, реставрация, точнее, ремонты в парках, о которых там шла речь Ну, уже готова проектно-спектная документация и уже в этом году, там, какие-то работы уже начинаются, да, в частности, там, по парку Кирова Однозначно в этом году будет проведен ремонт, вот, каскадного водопада и вот двух прудов, которые у нас существуют и всей прибрежной территории, находящейся рядом с этими парками Поэтому я не сомневаюсь, что эти проекты будут реализованы и предполагаю, что все-таки мы получим федеральную поддержку Потому что об этом тоже многие говорили и говорят о том, что, вот, там, юбилей города, нам, там, какие-то деньги должны быть федеральные, да, то есть, очень часто приходится слышать Да, действительно, там, мы рассчитываем, что все-таки на проведение мероприятий по подготовке и празднованию юбилея у нас будет федеральное финансирование Так вот, основу плана по федеральному финансированию как раз вот и составляет подобные инициативы Поэтому я надеюсь, ну, скажем так, не надеюсь, а уверен, ну, процентов практически на, наверное, 90% в том, что федеральную поддержку на эти проекты мы получим 10% вы оставляете на какой-то форс-мажор, я так понимаю, в ситуации, когда там денег не будет, еще что-то В нашей стране, да, там, прогнозировать все на 100% это очень рискованно, да, да, даже если ты будешь сидеть там в Москве и в Кремле, да, там, ну, все равно, я думаю, гарантии в 100% никто не даст Вот, другое дело, что, там, я, вот, опять же, тема, связанная со строительством тоннеля, она такая, вот, знаете, она относительно токсичная, да, то есть Почему? Ну, потому что практически каждый губернатор у нас с этой темой заходил, да, там, и потом эта тема несколько умирала Я здесь, ну, как бы тоже было время, когда я пытался в эту тему погрузиться, и я слышал очень много таких достаточно категоричных мнений о том, что построить туннель невозможно В смысле технически невозможно? Ну, да, то есть, в силу специфика ландшафта и в силу того, за счет чего этот холм, там, у нас образован, да, там, там, пески очень такие двигающиеся, да, то есть А, ну, сложно будет сделать так, чтобы рельсы не пострадали, вот, про это, да? То есть, могут поехать, а не поплыть, нет? Мы с вами не инженеры Не инженеры, да, то есть, ну, вот, я очень много от специалистов слышал вот такого категоричного мнения, что, там, это сделать невозможно Поэтому вот, вот, что касается этого проекта, я к нему отношусь очень осторожно Это так же, как, знаете, там, третий мост Это то, что, как бы, такие вещи, с одной стороны, они, ну, там, возможно, будут заметны среди населения, да, там, разговоры Но, с другой стороны, там, опыт предыдущих губернаторов показывает, что, ну, не это самое Не удается потом реализовать эти заявления Потому что, ну, действительно, если там настолько все состояние плохо, там, перекрыть трансиб И для того, чтобы заново перекладывать весь этот холм Плюс ко всему, все-таки, мы понимаем, что это невозможно без участия РЖД А позицию РЖД мы тоже не слышим, да, то есть, а вот, как бы, лет десять назад, когда мы разговаривали, я там, знал, что РЖД были категорически против перекрытия трансиба и, там, вот, подобных, подобных работ Ну, вот, поэтому я вот в эту идею верю, из всего, что было представлено, меньше всего Меньше всего Была задета, там, я не знаю, затронута тема еще и демография, и кадрового вопроса, да, ну, то есть, говорил Александр Соколов о том, что из Кировской области за последние 14 лет достаточно много людей уехало Он сказал про оболь населения, насколько я понимаю, да, на 150 тысяч человек стало меньше с 2008 года, жителей Кировской области Ну, я так понимаю, это не только уехавшие, да, говорил о том, что уезжают экономически активно, еще что-то, и вот мы, значит, будем решать эту проблему, налаживый быт, инфраструктуру, создавая, как раз, вот, какие-то территории общественные, там, привлекательные, да В том числе с участием жителей, используя вот эти проекты, которые у нас есть, так называемого, инициативного бюджетирования, вот, повышая уровень доверия к власти, и, вроде бы, как, это должно помочь В том, чтобы не уезжали, вы верите в то, что молодежь, возможно, удержать в Кирове, если создать здесь благоприятные условия для жизни, то есть, вот, не касаясь, если денежного вопроса, просто инфраструктуру, вот, создать хорошую, такой, качественную, удобную Ну, хорошая, качественная инфраструктура без экономики все равно невозможно Ну, это понятно Вот, из всех вариантов решения данного вопроса на уровне, там, главы региона, мне импонировала только идея Никиты Юрьевича, да, там, в свое время по созданию 11 точек социально-экономического роста, да, то есть, многие, там, говорили, да, вода, это, вот, опять, там, убийство наших деревень и так далее, но, там, смысл идеи заключался в том, что в Кировской области создать 11 точек социально-экономического роста То есть, чтобы это не только был Киров, условно Кирово-Чапецк, там, не знаю, Вятские поляны и Слободской Где действительно стремится к тому, чтобы создавать, развивать социальную инфраструктуру и, в том числе, стимулировать развитие бизнеса, развитие экономики в этих играх Для того, чтобы вопрос миграционный решался не только за счет того, что, там, деревня переезжает в Киров, и Киров-то, вроде как, жаловаться на демографию-то, на миграцию-то ему не приходится Но Киров прирастает Да, Киров прирастает А для того, чтобы люди могли переезжать и в другие, там, города и, там, крупные населенные пункты нашей области, где есть и работа, где есть и социальные условия То есть, вот, как бы, вот это, на мой взгляд, здоровая стратегия А все остальное, оно, на самом деле, как бы, упирается в то, что все-таки без экономической основы, ну, можно сколько угодно Вот, у меня на памяти есть только одно село, где, село Аджим, на границе Уржумского-Малмышского района, где люди без экономической основы пытались, и, там, до сих пор у них, там, развивают Некую социальную инфраструктуру, социальную среду Они сделали Как они развивают без экономической основы Ну, они участвуют в те же конкурсы ППМИ и так далее, да, то есть, они, там, сделали себе сквер, они сделали себе фонтан Они все это светили, прикиньте, там, в селе, да, то есть, работающий фонтан Вот, по имеющейся у меня информации, да, там, сейчас, на фоне того, что, вот, вот, такой некий уровень социального оптимизма, там, был достаточно высокий Там, наконец-то, начинают появляться фермеры, там, заходят какие-то подразделения наших колхозов, да, то есть, и там начинает появляться экономическая опора Но, когда, вот, я первый раз туда приехал, и вот это все увидел, и мы потом сидели с главой и разговаривали Я говорю, ну, ты же понимаешь, что, вот, без экономики это все умрет Она говорит, я понимаю, и жители понимают Я говорю, тогда, вот, как бы, вот это что? Зачем? Да, они говорят, ну, как мне, очень этот пример понравился, как глава сказал, говорит, вот, помнишь фильм «Титани»? Говорит, все эвакуировались, а оркестр играл Вот мы, говорит, этот оркестр, мы сами для себя, мы понимаем, что мы здесь живем, вот, как бы, мы всех приглашаем сюда, но никто к нам пока там со своим бизнесом не едет Но это не значит, что мы там должны просто умирать и все Там люди ходят с поднятой головой, люди улыбаются, люди здороваются, да, то есть, и сейчас там, как бы, появляется некая экономическая основа Как говорится, можно долго рассуждать, что все-таки привлекло свой бизнес именно вот уровень социального оптимизма или же то, что там действительно много есть там тех же площадей и полей, которые оказались заброшены, да, то есть, ну, там, можно рассуждать, опять же, там, с разных позиций Но мне кажется, что все-таки, если мы пойдем по пути того, что и правительство, да, там, начнет стратегию, связанную, во-первых, да, там, с повышением уровня оплаты труда Вот это, наверное, и самое важное, мне почему-то вчера удивительно было, что про это не сказали, то есть, сказали про неблагоприятную окружающую среду, что называется, это тоже важно, потому что в разговоре, там, с молодежью, своей знакомой, кто уезжает, условно, там, в Москву, Петербург, люди говорят, там есть куда сходить, там просто вот, ну, красиво и удобно жить Но, тем не менее, уезжают все-таки за кадровым ростом и за зарплатой Те, кто уезжают, там, за зарплатами, да, там, чаще всего, потом, когда ты с ними встречаешься, там, в Москве или в Питере, выясняется, что никуда они не ходят Потому что они в 6 утра выезжают на работу и в 12 ночи возвращаются, да, то есть, я помню, как у меня есть знакомая, которая очень, там, успешно работает, там, в системе Газпрома И я, приехав туда, там, с семьей, проводил ей экскурсию по Питеру, потому что она ходила со мной и говорила, блин, вот это вот, смотри-ка, вот это здесь есть, вот это классно, вот это здорово Я говорю, а ты сама-то, ты же здесь живешь? Она говорит, нет Вот, и поэтому... Мы живем в Петербурге, а не посещаем его, как уверен, это было сказано в свое время, да Поэтому вот вопрос заработной платы, там, нужно его решать, и я надеюсь, Александр Валентинович сделал этот вывод, потому что вот все его поездки, все его встречи с руководителями предприятия, вот то, что он даже сам писал в комментариях, да, говорил, что есть большое количество вакансий, да, там, но нет рабочей силы Нет людей И большинство комментариев, которые шли потом к этим фразам, они как раз говорили о том, что вы поднимите зарплату, и у вас и проблем не будет Второй вопрос, который надо решать, это вопрос, связанный с жильем Опять же, вспоминая, там, времена Никиты Юрьевича, да, то есть, там, для бюджетников была запущена программа, связанная со служебным жильем, я считаю, что... Ох, Никита Юрьевич сейчас, наверное, жалеет о том, что запустил ее Второе уголовное дело же, да Ну, слушайте, как бы... Как или иначе связано с этой программой Вопрос в том, что, там, сколько человек получили это жилье, да, там, вот, на мой взгляд, там, показывает, что, там, вот этот путь правильный Потому что угнаться за стоимостью, там, квартир даже, там, с ипотекой, ввиду отсутствия специальных программ по стимулированию, там, для молодежи Раньше хоть какие-то были программы по линии молодежной политики, да, там, когда молодым семьям какие-то, там, годы, субсидии были Преференции Да, этого ничего нет, да, то есть, вот эту тему надо возрождать Сейчас просто не строят, Михаил, вот, если мы говорим не про Киров, а про районную область, и не строят Вот, я почему говорю, что надо, надо вот эту программу, это направление возрождать, связанное с обеспечением жильем, не только, там, бюджетной сферы, возможно, и договориться с предприятиями, то есть, у нас же есть опыт, как работы с Уралхимом, да, когда в Чапецке они строили дома Совместно с бюджетом Ну, у них там служебная ипотека, очень хорошая, кстати, у них программа, насколько я помню И третья тема, которую тоже в свое время обсуждали, но почему-то, к сожалению, там, она никакого продолжения не имеет, это система регионального заказа на подготовку специалистов для наших вузов То есть, когда мы из бюджета делаем целевое обучение специалистов, да, то есть То есть, не предприятие платит, а Не федеральный бюджет платит, и не предприятие платит, а бюджет платит, да, то есть, там, понятно, с жесткими условиями исполнения потом обязательств по окончанию и так далее и тому подобное Ну, вот, а тема того, что вот у нас, там, не хватает врачей, не хватает учителей, там, не хватает каких-то специалистов, в том числе в агросфере, да, то есть, у нас вузы все есть У нас есть и мед, и агро, и юридические, и чиновничие, простите, госмуниципальные служащие, да, то есть, у нас есть все специалисты, то есть, мы можем готовить всех Почему бы не заниматься тем, что формулировать этот заказ на уровне правительства области, соответственно, целевой набор и готовить этих специалистов И это тоже было бы хорошим стимулом для многих молодых людей, потому что они имеют возможность получить высшее образование здесь и получить свое первое рабочее место То есть, гарантированное трудоустройство Да, где дальше уже то, о чем мы говорили, нормальная зарплата и, там, решение жилищного вопроса Вот, как бы, вот, на мой взгляд, вот, три вот этих решения помогут нам удержать молодежь Хотя останутся всегда те, кто поедет куда-то еще Ну, есть другая сторона, да, там, вот, тоже много мы об этом говорим, о том, что вот от нас уезжают талантливые Ну, погодите, ну, на самом деле, там, Кировская область не является научным краем Мы не Новосибирск с вами И поэтому, если у ребенка, у молодого человека есть таланты, да, там, есть склонность к науке Пусть он едет и развивается И мы будем гордиться тем, что он будет делать открытие Многие, там, мы же сегодня вспоминаем Многих наших, там, исторических личностей Которые, там, наши земляки или были в Кирове и так далее Которые потом известны на весь мир Ну, собственно, там, а что в этом плохом Они, в любом случае, будут уезжать Вот, а вот, как бы, все остальные нужно, действительно, создавать условия здесь Еще один вопрос, который вчера затронули Не самый приятный для, может быть, региона Там, для репутации региона Это история с, как я понимаю, проблемой, там, да, с алкоголем Была сказана об этом Я вот очень коротко вас спрошу Вам, как кажется, будут какие-то меры предприниматься Вот, учитывая, что президент на этом заострил внимание Мы помним, когда пришел Никита Белых, да, он пытался тут бороться У нас были ограничения антиалкогольные Кто-то говорил, что это вообще не работает Все эти меры, там, ничему не поспособствовали Вот будет что-то или нет, как вам кажется? Как мне кажется или как бы мне хотелось? Не, как вам кажется Ну, на мой взгляд, лобби наши, там, Ужумского завода И, там, Вятича и так далее, они достаточно большие Да, то есть, для того, что это достаточно Не, подождите, они все говорят, что они же, ну, как бы, они не способствуют тому, чтобы люди вели асоциальный образ жизни Они как раз про другое, они про культуру употребления Вот, ну, как бы, сокращение доступности Это одна из профилактических мер, которые, как бы, опять же Что-то мы сегодня, Никита Юрьевич, очень часто вспоминаем Да, то есть, ведь меры, которые, там, многие говорили, что введение, предположим, отдельных дней, когда не продается, там, алкоголь Это, там, удар по всему бизнесу, ничего не произошло Да, то есть, Никита Юрьевич Бизнес жив Бизнес жив, бизнес развивается, да Но, когда, там, выходят, там, депутаты ЗАГС Собрания с предложениями о том, чтобы снять ограничения, там, по утреннему времени продажи Ну, вот, тут невольно возникает вопрос, с какой целью это делается, да То есть, там, предполагать, что человек пошел на работу и зашел и купил бутылку водки, а дальше пошел на работу Но это явно не направлено на то, чтобы, там, гарантированно человек эту водку не выпьет в начале рабочего дня Поэтому, вот, там, изменения, вот, в эту сторону, они, на мой взгляд, крайне негативны И аргументация в том, что, там, это позволит увеличить, там, продаваемость и так далее и тому подобное Ну, я не думаю, что это сильно влияет на эти показатели, с одной стороны С другой стороны, там, это точно не влияет на рынок контрафактного алкоголя, да Потому что, ну, уже доказано, что официальная продажа алкоголя и контрафактная Это, как бы, два параллельных процесса, которые друг на друга-то, в принципе, не влияют Разные целевые группы Да, те, кто, там, гонят контрафакты, у них своя целевая группа И, как бы, никаких ограничений, никаких правил, там, там, не существует И, поэтому, там, ссылаться на то, что, там, мы увеличим, там, с 8 утра можно продавать алкоголь И это как-то повлияет на теневой рынок, ну, как бы, это тоже абсурд Так, подождите, вы, то есть, вы за возвращение к тем ограничениям, которые были, я правильно понимаю, да? Да, я за то, чтобы эти ограничения ввести Вот, с другой стороны, ну, да, конечно, там, производство алкоголя Это, возможно, одна из таких перспективных тем для Кировской области То есть, не случайно у нас, там, в золотые советские времена и постсоветские времена было, там, сколько, 4 или 5 заводов Заводов, да, виноводочных заводов, и все они успешно развивались Вот, потому что у нас, как бы, есть и сельхозпродукция, у нас, как бы, есть и транспортная логистика, которая может это все позволить делать Но ведь никто не говорит о том, что нам надо возродить, да, то есть, возродить, там, Кировский завод, Слободской завод, Яранский завод То есть, вот, если бы речь шла о том, что, там, мы, давайте привлечем инвестора, который возродит нам, там, не знаю, Яранский завод И начнет выпускать продукцию в рамках антисанкции, да, то есть, достойного качества, там, финской водки или, там, еще чему-то, да Я думаю, что мы все поддержим И дело тут, опять же, никак не связано с алкоголизмом, да, то есть, алкоголизм это все-таки явление больше... Социальный Социальное связано с серым рынком, да, с черным рынком, а не с официальным бизнесом Поэтому, там, вот, если в таком контексте рассматривать, да, привлекать сюда инвесторов, которые будут открывать алкогольные продукции, заводы Это, на мой взгляд, надо приветствовать Но вы за ограничение времени потребления, я поняла Да, ну, и помимо всего прочего, все-таки некоторое ужесточение, потому что, вот, очень мне не понравилось, там, последние две недели блуждающий челлендж по соцсетям, там, когда снимают, там, лежащих, спящих на скамейках в Кирове, там, людей, да, то есть... Я пропустила Вот, то есть, мало того, что он, там, несколько аморален, да, то есть по своей сути, да, что фотографировать людей, может, человеку плохо стало, или же, как бы, вместо того, чтобы человеку предложить помощь, там, даже если он... В конце концов, есть такое юридическое понятие, как тайное, по-моему, правное изображение, что-то такое, да Все начинают фотографировать вот лежащих этих людей, и гордиться, и выкладывать это Понятно Ясно, ну, ладно, посмотрим, собственно говоря, что будет Ждем мы, я так понимаю, что 10-11 и далее сентября, по результатам Ждем мы 12 сентября уже, да, когда все это закончится И денег, и денег мы ждем все-таки из федерального бюджета, да У нас остается 6 минут до перерыва, давайте мы тему начнем все-таки, да, с увольнением главы администрации Дмитрия Осипова, назначением Вячеслава Симакова, вчерашние события Ну, с пятницы, на самом деле, история тянется, да, в пятницу стало известно о том, что Дмитрий Осипов уходит в отставку Вот эта вот история за месяц до выборов, извините, она как-то немножко, вот в моих глазах, все-таки выглядит, как предвыборный пиар Убрать непопулярного чиновника, к которому претензии были на протяжении там всей его работы, вот прямо сейчас, и назначить популярного То есть там действительно, там действительно вот выплыла такая ситуация, которой говорят, которую нельзя было замолчать И вот за месяц до выборов надо человека отправить в отставку Знаете, я не перестаю повторять эту фразу, да, однажды мне один знакомый прокурор сказал, говорит, вот человек, поступающий на государственную службу На следующий день его уже можно привлекать, либо А за действие, либо Б за бездействие То есть человек, который идет на государственную службу, должен понимать, чем он, собственно, каждый день там ходит, да Чем рискует, да И то, что касается подобных ситуаций, то есть там с устройством родственников и так далее Ну, слушайте, как бы ни для кого это не новость, да, то есть мы понимаем, что если сейчас начать копать все наши администрации То есть выяснится там, что их там полно Вот, с другой стороны, чисто по закону, да, там, ну, это правильно, да, то есть такие случаи пресекать И невзирая на то, что это руководитель областного центра, да, столицы края, там, подобные случаи пресекать То, что с Дмитрием Валерьевичем мы буквально вот последние полтора месяца как познакомились, да, то есть мы с ними общались Ну, там, он не складывает, не сложилось у меня впечатление, что это какой-то слабый руководитель, что это там некомпетентный специалист То есть он достаточно здраво, как бы, высказывался, он достаточно, там, заинтересованно участвовал во всех обсуждениях Поэтому, там, я не могу судить о том, хороший он или плохой, как глава администрации, да, то есть как человек, тем более, я его не знаю Вот, ну, как говорится, как латинский не учил, но эта фраза, закон суров, но он закон, да, то есть вот как бы Почему это произошло именно сейчас? Опять же, ну, хорошо, произошло бы это 12 сентября, да, тоже бы все говорили, ну вот, там, избрался, и вот первое, что он сделал Давай шашкой махать, да, сразу Да, то есть как бы, ну, произошло и произошло То есть вы не вкладываете, вы не видите в этом такого элемента предвыборного пиара А мне кажется, он Просто так сложилось Для жителей, да, как бы, большой роли не играет, да, потому что для жителей все-таки городская власть, это городская власть Я уж не говорю о том, что многие соединяют городскую и областную власть, и для них это просто власть Вот, 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 я про это же хотела сказать А то, что там городская власть, не городская власть, ну, давайте выйдем, там, проведем опрос на улице и спросим, кто такой Осипов, да, Дмитрий Осипов Я предполагаю, что если ответить, то меньше половины людей, что они знают такого человека А другое дело, там, Вячеслав Симаков, да, то есть человек, который, ну, достаточно известен в городе, особенно, в первую очередь, в Первомайском районе Известен своей деятельностью, да, то есть известен своей, ну, достаточно открытой публичностью, да, то есть он и в соцсетях есть, и выкладывает И при том, что мне импонирует, что он не боится выкладывать и там фотографии своей семьи, и там фотографии с отдыха своего, да, то есть Может, конечно, он сейчас закроется, да, но там, зная Вячеслав Николаевич, я думаю, что это, наверное, не произойдет То есть это хороший выбор? Вчера все депутаты городской думы от Единой России там до оппозиционера говорили, это хороший выбор Понимаете, тут я бы тоже, вот, пока бы, пока бы никаких оценок не давал по причине того, что, да, он действительно компетентный, но вопрос ведь, понимаете, как говорится, какая команда будет вокруг него Что это будет за команда? В том числе команда депутатов То есть не только команда администрации, да, там, если он потом дальше пойдет на конкурс, на назначение, да, главы администрации Понятно, что там требуют ротации и администрации, потому что мы там по делу одного из бывших глав администрации понимаем, что, как бы, они его потом и начали сливать своими показаниями Это раз, во-вторых, многие, кто взаимодействовал с городской администрацией, жалуются на то, что все-таки есть немало сотрудников, которые до сих пор, скажем так, элита аффилированная, да, то есть А, ну, понятно, ну, разные группы влияния, вы про это говорите И поэтому, если, как говорится, просто там его назначить во главе и не менять вот эту всю ситуацию, то ничего и не поменяется, да, там, и мы потом с вами Первые же будем через, там, два года говорить о том, что Симаков не справился, вот он слаб и так далее Поэтому там в том числе будет понятно, когда начнутся вот кадровые перестановки, связанные с тем, кто придет, войдет в его команду Но это будет уже после выборов И в случае, если, и в случае, если... Ну, это будет после его назначения, то есть конкурс будет, конкурс будет после выборов, а, соответственно, если... В случае, если будет еще Вячеслав Николаевич принимать в нем участие, может, он за три месяца так тут наработается, да? Сколько там у нас до конкурса примерно пройдет времени? Два-три месяца? Да, пока дома соберется, пока она изберется, пока там все это, я думаю, что где-то, наверное, там, к октябрю, может быть, ноябрю этот конкурс может быть проведен Но там я знаю, что, предположим, Александр Валентинович достаточно хорошо отзывался о Вячеславе Николаевича, да, то есть не только там в паблике, но и там лично считает его одним из таких хороших примеров муниципального руководителя, да, то есть и... Поэтому там шансы на то, что его сагитируют участвовать в конкурсе, мне кажется, достаточно большие. Ну и самое главное, конечно, как в Думе Как в Думе. Перерыв сейчас делаем на небольшую рекламу, вернемся через минуту и продолжим разговор Особое мнение на 101FM Лице-спикер Законодательного собрания Кировской области 5-го созыва Михаил Курашин у нас в студии, мы про выборы говорим, остановились на том, что вот, собственно... Какие отношения будут с новой Думой? У главы администрации, пока исполняющий обязанности Вячеслава Семаков, дальше мы не знаем, останется он на постоянной основе на этом посту или нет. Зависит от отношений с новой Думой. А вот какая будет Дума? Вы, Михаил, не знаю, видели, наверное, уже в городе, да, вот плакаты, которые... Плакаты кандидатов в депутаты городской думы, разных там, да, кто на мандатниками идет и кто по спискам идет, висят, значит, вот эти билборды, и если мы говорим про Единую Россию, то там везде так написано команда Соколова, команда Соколова. И вот это, мне кажется, немножко смешным тоже, да? Не знаю, как вам. То есть, Александр Соколов здесь вот, ну, несколько месяцев еще. Когда успели команды Соколова достать? Ну, как бы, да. Очень смешно. Я, честно говоря, там считал бы, чтобы они звучали по-другому, да, там, что там я, Александр Соколов, там, не поддерживая, там, заручаясь поддержкой, там, не знаю, какого-нибудь местного известного, там, кандидата, да, то есть, Александр Владимирович, там, при всей своей активности, все-таки, там, человек пока что малоизвестный в городе, и... Вам кажется, это не сработает? Я вообще не верю в эту технологию. Потому что говорят, что рейтинг в Рио, он выше, чем рейтинг, вот, Единой России, там, народный, да, что называется, потому что человек новый, на него новые надежды возлагают, и таким образом, как бы, депутаты в некотором смысле свой рейтинг. Ну, мы понимаем, что, собственно, там, у Соколова-то выбор будет регионального уровня, его высокий рейтинг-то, это рейтинг-то, в первую очередь, наверное, все-таки сельских районов. А сельских районов, так. Да, да, то есть, там, на уровне города, ну, я не видел, честно говоря, там, никакой статистики, возможно, там, ну, невозможно, а предполагаю, что его рейтинг все равно выше, чем рейтинг всех наших партий, которые... А именно, там, за счет новых надежд, но, скажем так, вряд ли избиратель в городе Кирове, там, ну, как бы, среагирует вот таким образом, что раз я, вот, там, поддерживаю Соколова, то я должен поддержать и кандидата, который пишет, что он в команде Соколова. Да, то есть, ну, вот, точно, вот этой связи я, и как избиратель, я ее не понимаю, да, там, и как, возможно, технолог, я ее тоже не понимаю, как она может срабатывать. Это раз. Во-вторых, ну, то, что, если говорить об избирательной компании, к сожалению, опять же, там, нужно признать, что она вообще очень пассивна. Да, там, есть первоходы, да, то есть, кандидаты первоходы, которые действительно что-то стремятся, встречаются с людьми. То есть, мы новичков имеем в виду, так вы их называете, да? Да, если судить по, там, тому АПМ, агитационным материалам, слушайте, ну, не меняются ни дизайн, ни цвета, ни лозунги, ни смыслы, то есть, как бы, вот такое ощущение, что это, вот, знаете, опять же, технологии, которые ездят с одними и теми же методичками на протяжении, там, уже последних нескольких лет. Рыба у них есть такая, да? Они просто фамилии там переписаны, да? Можно назвать, методичка. Методичка. Там, проблемы моего микрорайона, ну, я, как бы, не скажу, что кто-то что-то сильно решал, да? То есть, мы помним, единственное, можно отметить, там, конечно, реконструкцию, там, Кочеровского парка, но мы помним, сколько было скандалов, связанных с этим Кочеровским парком, там, когда, там, три или четыре года выделялись деньги на переделки, там, и так далее, и что? А какие-то внутренние проблемы у микрорайона, ну, вот, я, там, уже года три, и, там, хочу спасибо сказать, там, коммунальным службам года три, если какие-то вопросы связаны с качеством, там, их ремонта, да, то есть, там, ну, вот я пишу им, они как-то реагируют, да, там, три года они ремонтируют тот участок дороги, который они, там, не могут один раз делать качественно, вот, каждую весну он проваливается. Вы пишете? Я им пишу, они приезжают и не делают, да, то есть, вот. Ну, хоть делают. Нет, за это большое спасибо, да, то есть, и, как бы, вот, мало того, что ни разу я за, там, 10 лет проживания в Юго-Западе не видел ни одного своего кандидата, депутата, да, то есть, ну, как бы, я и сейчас кандидатов не вижу на своей территории, вот, буквально сегодня повесили одну листовку, и одна листовка была в почтовом ящике, вот, как бы, вот вся избирательная кампания. А вам депутаты скажут, ковид же был? Ковид же был? Какие встречи? Ну, как, два года был ковид. Нет, погодите, еще раз, это же не значит, что... Работать не надо. Работать не надо, да, то есть, встречайтесь каким-то образом, организуйте, вот, почему многие дома уже живут в формате, там, чатов, в формате групп, сообществ, да, там, участвуйте там, там тоже нет у нас ни одного депутата. Я знаю только одного городского депутата, не будем, как бы, пиар создавать, там, да, никакой политической силы, который активно достаточно у себя в социальных сетях освещает работу и вообще ситуацию, там, да, в своем округе. Единицы. Поэтому, как бы, по большому счету, я не верю в Новую Думу, ну, то есть, как бы, что она сильно изменится, сильно, там, даже если, там, получит большинство не единая Россия, а кто-то другой, то есть, как бы, я не верю в сильное изменение содержания эффектов от ее деятельности. Печально. Ну, как бы, возможно, знаете, мы, там, сейчас подходим к той стадии, когда, там, политическая система хотя бы на уровне города должна каким-то образом переродиться, да, то есть, может быть, действительно, там, остаться две партии, там, основная и оппозиционная, да, там, и вот, как бы, этого было бы вполне достаточно, как, знаете, по примеру, там, тех же, может, неправильно скажу, но тех же Соединенных Штатов, да, там, или Англии, да, то есть, две партии, которые, вот, борются друг с другом, благо, получается, но главный плюс, вот, что хотел сказать, да, избирательная кампания, которая идет сейчас, это то, что все кандидаты что-то начинают активно какой-то, то субботники проводят, то что-то, там, какие-то эти самые, там, особенно, вот, там, один из кандидатов в чистых прудах, там, очень, очень, очень активно что-то делает, вот, то есть, по крайней мере, там, на мой взгляд, они сейчас, там, за эти два месяца, наверное, сделают, сделают больше, чем за последующие пять лет. Вспоминаю пост в социальных сетях одного из наших экспертов, который говорит, выборы на носу, и кандидаты активно начали сажать деревья, кормить котят. Да, 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 вот я об этом, я говорю, что, как бы, начался, так, ну, это всегда так. Я бы, конечно, сейчас бы сделал бы фишку о том, чтобы перенес бы выборы еще на полгода, да, там, может быть, еще за эти полгода еще бы что-нибудь, они бы полезные сделали. Значит, выборы надо каждый, раз в три месяца надо какие-нибудь выборы проводить? Не надо, не надо, не надо. Не надо. Ну, ладно. Потому что, как бы, знаете, тема вот с этими лозунгами, которые, как бы, ничем не обеспечены, а просто нужны для того, чтобы это красиво звучало, это уже, там, чисто надоедает, и понимаешь, что, как бы, тебя они больше раздражают, чем призывают. Понятно. Три минуты у нас, Михаил, остается на то, чтобы поговорить о проекте «650 дней до суббилея». 1 сентября он стартует, если вот я верно название его помню, да, речь идет о, ну, неких проектах, которые будут собираться сначала, аккумулироваться, потом реализовываться вот в ближайшие, там, полтора года, что называется, да, до 24-го. Ну, на самом деле, процесс сбора идеи и предложений, он, там, идет достаточно давно, может быть, он не столь открыт и публичен, да, там, и... Ну, практически не видно сейчас ничего, сейчас честненько, что предлагают. У нас было, там, несколько встреч, там, в Рио губернатора по этому поводу, и приятно, что нашли понимание, и вот решили, что точкой сбора, сборки, да, там, предложений у нас должен стать общественная палата, и они сейчас разрабатывают модель, каким образом будут собирать и, как бы, дальше потом представлять и продвигать все предложения. Есть интересное-то что-то, что уже предложили? Ну, то есть, вот мы видим крупные инфраструктурные проекты, которые власть курирует, там, парки те же, там, все вот эти вот инженерные какие-то там работы, а вот что-то от людей? Ну, то, что касается, то, что от людей, ну, вот, я могу сказать, что, и мне это там близко, и я это рад, что это там оказались услышанным, это предложение по проведению грантового конкурса по развитию не придомовых, а общих территорий. Скверы, парки, стадионы и так далее, да, то есть, то, что у нас достаточно много, у нас город достаточно такой зеленый все равно, да, там, очень много всевозможных таких подобных пространств, которые люди хотели бы, чтобы они были обустроены, там, скамеечки поставили, там, свет подсветили, там, какие-нибудь архитектурные формы поставили. Даже проект, помните, был 30 скверов, пыталась Светлана Кейкина продвигать. Но в рамках ППМИ люди выбирают между тем, чтобы отремонтировать, там, предположим, там, асфальт и общую территорию, чаще всего там предпочтение все-таки к двору. И поэтому вот идея проведения конкурса именно по общественным пространствам, да, то есть, когда инициатива людей по развитию этих общественных пространств поддерживается, там, видите, в форме гранта, и по содержательному наполнению этих общественных пространств, потому что мало там создать сквер, нужно еще, чтобы он, как бы, жил, да, то есть, поставить, не знаю, там, памятник кому-нибудь. Памятник Цою. Да, и каждый, каждый, там, выходные проводить около этого памятника, там, концерт, исполнять песни, да, то есть, почему бы нет, да, то есть, поэтому вот, мне очень приятно, что вот эта идея была поддержана, это мероприятие тоже войдет. То есть, будет некий грантовый конкурс? Да, да. В Кирове? Да, да. То есть, вот сейчас вот все эти ППМИ-шные конкурсы закончатся, да, то есть, и потом, вот, я думаю, что будет объявлен этот конкурс. Интересные предложения есть с точки зрения того, что провести фестиваль ледовых культур, то есть, мы понимаем, что юбилей города, это не просто какая-то конкретная дата, да, то есть, весь 24-й год должен проходить у нас празднично. То есть, вот, кроме идеи 650 дней до юбилея, есть еще другое, другое такое направление, которое называется 650 событий в юбилей. Так. То есть, вот, как бы, 650 всевозможных событий. Да. Чтобы он начался, грубо говоря, даже не 1 января, а, возможно, начался уже в следующем году, да, там, и закончился не, там, 12 июня. Хотя тут тоже вопрос о том, что является там датой, потому что мы много спорим о том, что является датой создания города, да. То есть, мы говорим 12 июня, но мы же понимаем, что 12 июня к истории города никакого отношения не имеет. Тогда не было этого праздника. Да. И вот, как бы, сейчас вместе с историками-краеведами, там, идет изыскание, какая же дата считается датой основания. Серьезно? То есть, прямо день, день, прямо, да, пытаются вычислить? Ну, вот, я нашел исследование одного из наших местных краеведов, действительно серьезных. Он называет дату 22 сентября 1374 года. И поэтому, как бы, мы понимаем, что, там, привязать юбилей только к 12 июня будет абсолютно неправильно. Будет неправильно. Весь год должен быть, чтобы мы точно не пропустили дату. И фестиваль ледов и скульптур, это вот, ну, собственно... Одна из тем. То, чем откроется, скорее всего. Да, и проводить его, может быть, не на театральной площади, а провести его на набережной. Прекрасно. С красивой подсветкой и со всем остальным. Ну, и там много других идей. Подробнее об этом поговорим чуть позже. С удовольствием. В разворотах или еще где-то. Спасибо большое Михаилу Курашину, эксперту регионального ресурсного центра поддержки НКО и вице-спикеру ЗАГС Собрания Пятого Созыва. Мы особое мнение на этом завершаем. До свидания. Всего доброго. Особое мнение на 101FM.